Дорогие друзья, мы с коллегами уже лет 15 говорим о том, что необходима полная реформа системы защиты прав детей, оказавшихся без родителей в стране. Все это время все наши предложения, все наши идеи, все, что мы хотели, чем государство бы наконец этим занялось и помогло, тонуло где-то там вверху, превращаясь в лучшем случае в какой-нибудь очередной контроль. Все, что делает сейчас наше государство, это контролирует. Оно контролирует семьи, которые оказались в трудной жизненной ситуации, оно контролирует семьи, которые взяли приемных детей, оно контролирует учреждения. Ничего другого оно не делает вообще. Когда же понадобилось детей использовать в политических играх, то оказалось, что все решается очень быстро и за три дня. Мне хотелось бы, чтобы сейчас, в этот момент, когда проблема детей-сирот оказалась в фокусе общественного внимания, мы все осознали, с чем мы на самом деле имеем дело. У нас 120 тысяч детей живут в учреждении, живут в казенном доме. В ситуации отсутствия любви, близости, защиты, они не получают нормального лечения, они не получают нормального обучения, они не получают никаких условий для того, чтобы потом жить полноценно и счастливо. Это никак не зависит от количества ковров, компьютеров и золотых унитазов в детских домах. Ребенок должен жить в семье. Если ребенок не живет в семье, нормальным это детство назвать нельзя, и шансы его на хорошую жизнь в будущем, к сожалению, сокращаются катастрофически. Сиротпром, с которым мы имеем дело, это система сиротства, это огромный, дико дорогостоящий самообман общества. Содержание ребенка в учреждении один месяц стоит от 45 до 110 тысяч рублей в зависимости от возраста и региона. За эти безумные деньги мы содержим систему, в которой дети живут, страдая, а выходя из нее не способны жить. Это то, о чем нам всем сейчас надо очень крепко подумать. И раз наше государство взяло на себя ответственность, а они это взяли на себя ответственность, запретив усыновлять детей, значит они решили, что они смогут это делать сами. Я предлагаю не отпускать пальцы с их горла в этой ситуации. Они должны наконец что-то сделать и выполнить наши требования для того, чтобы система жизни детей, которые оказались волей судьбы в трудной ситуации, оказались без своей семьи, была изменена в корне. 13 января в 13 часов марш в защиту детей за распуск Госдумы. 15.